Большинство человеческих домов не располагают к содержанию крупных домашних животных, поэтому маленькие питомцы пользуются большим спросом. Небольшого размера животные хорошо переносят квартирное содержание и не занимают много места. Фредки или одомашненные хорьки появились очень давно. Внешне фредки практически идентичны, с обычными дикими хорьками сохранили они также повадки и инстинкты своих предков. У зверьков маленькие ушки и глаза, длинные туловища, небольшая голова, хвост покрыт редкими волосками. Домашние хорьки могут достигать в длину 50 сантиметров, но не более. Самки и того меньше до 40 сантиметров по размеру фредки уступают многим домашним животным, в том числе и большинству пород кошек. Свинья в доме, а почему бы и нет? Конечно, не простая домашняя свинья, а специально выведенная карликовая, так называемый мини-пик. Эти маленькие свинки во взрослом состоянии не превышают в длину 35 сантиметров 20-35. Весят мини-пиги около 8-12 килограмм, они были выведены путем скрещивания кабанов и домашних свиней. Интересно то, что мини-пиги чистоплотны, а также не вызывают аллергии. Карликовые свинки уже завладели сердцами европейцев, американцев и даже россиян, несмотря на стоимость в 1000 доллара. Домашние шиншиллы привлекают небольшими размерами и качеством своего меха. Шерсть этих животных мягкая, густая, приятная на ощупь. Длина их тела 20-35 сантиметров, а вес около 400-700 грамм. Различают короткохвостых и длинохвостых шиншилл. Для обоих видов характерен серо-голубой окрас шерсти. Интересно, что в отличие от других грызунов, шиншиллы живут долго до 20 лет. Декоративных, карликовых кроликов также можно смело отнести к маленьким домашним питомцам. Сегодня известно более 45 признанных пород, но не все они распространены в мире. Среди самых маленьких представителей карликовых кроликов можно выделить американского веслоухого кролика, вес которого 1,6-1,8 килограмма, британского миниатюрного кролика с весом примерно 1,1 килограмма и голландского кролика с аналогичным весом. Длина тела названных пород не превышает 28 сантиметров. Белки необычные, очень сообразительные домашние питомцы. Их содержат дома не так часто, но все же они заслуживают внимания, так как являются одними из самых маленьких домашних животных. Длина тела взрослой белки примерно 19-28 сантиметров, пушистый хвост длинный, составляет примерно 2 трети их длины тела. Уши также длинные, с кисточками. Белки требовательны к условиям содержания животные, возможно поэтому они не так популярны. Морские свинки популярны домашние животные. Они общительные, нежные, добродушные и любознательные существа. Размеры у них небольшие, длина тела зависит от породы, но в среднем около 25 сантиметров, вес около 1.1,5 килограмма, морские свинки достаточно требовательны к питанию. Кроме того им необходимо уделять много внимания. Но разве время, проведенное с любимым питомцев, для хозяев несчастье? Крысы одни из самых умных и маленьких животных на планете, в том числе и среди домашних питомцев. Длина тела взрослой крысы около 20 сантиметров, без хвоста. Хвост длинный, лысый. Крысы обладают высоким интеллектом, они способны удивлять хозяев своей сообразительностью, хоть каждый день, и при этом не требуют сложного ухода. Африканский карликовый ежик от Элориксал Бивентрис. Африканские карликовые ежи самые маленькие представители домашних ежей. Их тело, скрытое под густыми, острыми, темными колючками, составляет в длину 15. 20 сантиметров весят они для таких размеров, мало 300 тысяч 500 грамм. Ежики интеллектуальные и активные животные. Они не прочь побегать в колесе или туннеле. При правильном питании эти маленькие интересные животные могут радовать владельцев около 4-7 лет. Дегу еще одно небольшое животное из отряда грызунов. Для этих зверьков характерна длина тела порядка 10-18 сантиметров, хорошо выраженная кленовидная голова, небольшие ушки и глаза, достаточно грубая однотонная шерсть. Хвост у дегу покрыт жесткими короткими волосками, на его конце имеется кисточка, длинные волоски. В природе дегу считается вредителем, так как поедает сельскохозяйственные культуры, а в неволе милым и забавным зверьком. Песчанок часто путают с обычными декоративными мышами, однако песчанки другой вид. Эти грызуны отличаются не только окрасом, но и поведением, а также им необходимы иные условия содержания. Песчанки имеют длину тела порядка 10-12 сантиметров, тонкий хвостик обладает сходной длиной. Взрослые особи весят порядка 100-120 грамм песчанки – социальные животные, поэтому желательно обеспечить компанию из собратьев песчанок и создать условия, приближенные к естественным. Хомяки – милые и забавные существа. Наиболее распространены в мире 4 вида домашних хомяков – сирийские, джунгарские, обыкновенные и хомяки Роборовского. Самыми маленькими среди них являются джунгарские хомячки. Длина их тела всего 6-10 сантиметров, хомяки просты в уходе, также за ними интересно наблюдать, но не стоит забывать, что эти зверьки – ночные животные, и они могут шуметь в темное время суток. Декоративные мыши – самые маленькие домашние питомцы. Длина их тела без хвоста не превышает 8 сантиметров. Мыши умные, сообразительные, забавные. Они готовы играть хоть весь день, с перерывами, конечно, на сон и еду. За этими маленькими грызунами всегда интересно наблюдать. Эти активные питомцы пользуются популярностью, наравне с крысами и хомяками. Стоит также отметить, что самой миниатюрной породой кошек является порода Наполеон. Взрослые кошки имеют размер трехмесячного котенка, родившего от простой домашней кошки. А самая маленькая порода собак Чихуахуа. Ее взрослые представители могут уместиться в бокале. Самые маленькие домашние животные обладают особым очарованием. Они кажутся такими хрупкими и очаровательными, и о них всегда хочется заботиться. Несмотря на скромные размеры, у этих животных большие сердца.